Приветствую, дамы и господа. Давайте рассмотрим биткоин на следующую неделю. Это специализированный такой для господспекулянтов. На следующей неделе как себя будет вести. Срезы. Ух ты! Какие хорошие срезы! Это просто какое-то великое счастье. Начало строится. Так, так, по пояса. Какое-то движение будет. И этот будет хороший вообще. А здесь страшный суд. Но страшный суд – это на дне. Ладно, оставляем его в покое. Да нища. Так. О, а здесь тоже подъяволу. Не очень. Нища у нас что? В связанное состояние. Хорошо. Что нас может заинтересовать? Какие сюрпризы? Так вообще в начале недели будет победитель. Такой вот победитель. Карта победы по Пентаклиевой даме. По королеве монет. То есть хорошие деньги будут побеждать. Потом будет тайна и очень быстро. Переезд. Какой-то переезд подъяволу. Перемещение активов подъяволу. И по Пентаклиевому этому пажу принцессе, скорее всего, будет какое-то любовное соглашение. Так, рассматриваем, что нас интересует. Нас больше интересует Папа и Сан. В Попусе будет какой-то мечевой король. Такая тайна от мечевого короля. Да. Две мечевые карты. Резать будут. Встречебрить. Так, по дьяволу что? Будет бороться за свои эти. И надежда. По надежде, что посвести. Ну, какая-то ностальгия будет. Так, а что нам даст страшный суд в итоге? Страшный суд даст какую-то подвешенность. Это на дне. И с хорошими этими известиями. Но будет в подвешенном состоянии по страшному суду. Какая-то жертва. Так, вот это вот, конечно, меня смущает. А так-то в начале недели будет неплохо. Такая тенденция к тому, что ура, ура, победили. Но все равно днище в связанном состоянии. Хорошо. Давайте посмотрим на другой колодье. Сорт и лонг. А так вообще-то здесь дьявол все карты путает. И Попыца с мечевым королем и с мечевой этой. Семерка мечей. Вот эта семерка мечей, она, конечно, напрягает. Это карта обмана и воровства. Смотрим. Шорт и лонг. Ну, кто у нас победит? Мешки? Мешки или не мешки? Так. Что если заходить в шорт на неделю? Шорт открываем. Шорт. Ух ты. Смотрите, шортисты. А на дне. На дне деньги. На дне деньги у шортистов. Хорошие деньги. И сам шорт заканчивается неплохо. Каким-то потенциалом. Лонг. Шортовая позиция поначалу будет, в начале недели. Какие-то очень большие беспокойства, фобии, страхи. То есть больная постель фактически. Такая больная постель с психиатрией. Лонг. Сила мягкая будет. Роцарьков, как мак, манипуляция. Но. Но будет тоже неплохо. Но будет это. Десяточка. Десятка монет. Ну, шорт здесь как-то активнее и лучше выглядит. С пентаклиевым тузом. С пентаклиевым тузом монет с императором. И все-таки их подбреют. По императору что будет? Раздача денег шортистам. По силе будет у лонгистов выбор дороги. И по магу будет все-таки какая-то тошневовка. Что-то такое маг. Это манипуляции сплошные. Да, манипуляции на уровне кубков. То есть будет какой-то это. По силе верить выбор дороги. Но шортовая позиция, она как-то веселее выглядит. Хотя здесь и сила, и все. А здесь император. То есть, видимо, будут брить и в ту, и в другую сторону. А давайте спросим, сохранится ли недельный, если недельный тренд. Восходящий, нисходящий. Опять долгий будет рассказ. Неинтересный. Так, а может интересный. Давайте посмотрим, что у нас значит будет. Восходящий тренд, нисходящий тренд. Восходящий тренд, нисходящий тренд. Восходящий тренд, нисходящий тренд. Так, восходящий тренд. Праздник в доме победитель, но в то же время очень какой-то мечевой пашет с какими-то новостями. Нисходящий тренд. А нисходящий тоже неплохо будет. Но нисходящий нет, навряд ли. Все-таки он будет восходящий. Или умеренно топтущийся на месте. За нисходящий тренд две отрицательные карты, одна положительная. Здесь две положительные карты и одна отрицательная. Да, да, да. Условно отрицательная. Все-таки восходящий, скорее всего, тренд. Благодарю за внимание всех благ профита.